Чемпионат Беларуси по понятным причинам стал главным стартом для легкоатлетов в нынешнем сезоне. Они, в отличие от многих коллег, еще питают некоторые надежды поехать на Олимпиаду. Все потому, что даже внутренние соревнования считаются отборочными. Метни, толкни, прыгни или хорошо пробеги, то есть выполни необходимый норматив для игр и жди потепления от мока. Допустят, не допустят, но по крайней мере билет в Париж у тебя забронирован. В этой связи нашему корреспонденту Кристине Камыш было интересно понаблюдать, сколько же из белорусов сохранили мотивацию. До прошлых выходных лишь четверо легкоатлетов имели норматив. Так что же показали остальные на пике формы? Пик формы действительно был, но лучшие кондиции здесь и сейчас из всех показала Эльвира Грабаренко в девичестве «Герман». На чемпионате Беларуси по легкоатлетике разыгрывалось 39 комплектов наград. Из всего многообразия дисциплин в легкой атлетике лишь в одном беге на 100 метров с барьерами нашим удалось выполнить олимпийский норматив для игр в Париже 20-24. Результат уроженки Пинска 12-71. Я очень рада, что наконец-то я смогла пробить себя и показать такой результат, потому что предыдущие старты вообще не получалось. Постоянно ветер дул в лицо, и я пытаюсь что-то делать. Понимаю, что вроде бы могу, но ветер минус три, и как бы как с ним бороться? И результаты все время были за 13 секунд. И вот наконец-то здесь уже был положительный, можно сказать, ветер. То есть его практически не было, и я показала уже достойный результат. Пока никто не знает, как отбираться, как проходить отбор на эти олимпийские игры, то по крайней мере у вас, вот сейчас взял, пробежал на чемпионате страны, норматив есть. Конечно, полегче. Нам просто нужно пробежать или выступить по определенному результату. То есть это можно сделать практически везде, вот на любом старте. Другим, особенно командным видом спорта, то им нужно соревноваться с другими спортсменами, с другими командами. Это сложно. В этом плане, да, им как бы вообще не повезло. Про Париж. Снятся ли здесь сны? Нет, не снятся. Нет надежды. Честно, я думаю, что мы туда не поедем, если уже так откровенно говорить. Тогда у меня другой вопрос. А в чем ваша мотивация? Спортсмены такие люди, которые, если вошли в спорт, они просто не могут оттуда выйти. Я даже по себе знаю, я не хочу представлять этот момент. Хотя иногда у меня бывает такое, когда я устаю от тренировки, думаю, все, заканчиваю. Вот бывает такое. Но на самом деле мы не можем просто так уйти. Мы настолько глубоко в этом спорте. Это очень круто, когда ты приходишь на тренировки, когда вот эти вот изнурительные нагрузки, которые просто нигде, мне кажется, их нету, ты их тоже как-то преодолеваешь. Ты преодолеваешь себя. Потом выходишь на соревнования, там тоже преодолеваешь себя. Ты смотришь, насколько твой организм в принципе готов и насколько он может вообще быть готов. Мне кажется, вот в большей степени азарт. Мне кажется, спортсмены очень азартные. И, наверное, в первую очередь это да, вот то, чтобы попытаться посмотреть, а вот на что способен мой организм. Сейчас в спортивном мире остаются лишь считанные организации, которые никак не учли мартовские рекомендации от МОКО о допуске белорусов и россиян к планетарным стартам в нейтральном статусе. В середине августа пройдет Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Но уже было объявлено, что структура не намерена рассматривать вопрос возвращения представителей двух стран. Сергей Назаревич Бубко, выдающийся атлет, он имеет очень сильное влияние на легкотетическую ассоциацию. Поэтому мы знаем, откуда он родом, из Украины. Поэтому здесь очень сложно. Ровно год назад собралась конференция. По нашему вопросу мы писали, чтобы мы могли выступить. Они нам отказали, но и даже поднимать этот вопрос на конференции не стали, потому что Украина настолько агрессивно продемонстрировала свой характер, что просто не дала ничего сказать. Пообщаться на вот эту тему о нашем допуске. А они запретили вообще. Поэтому на сегодняшний день мы тоже уже в январе писали, в марте писали. И вот буквально перед тем, как откроется сезон для того, чтобы завоевывать лицензии. Ответа, к сожалению, никакого не последовало. Но и по-другому мы никак не можем воздействовать, кроме как письмами и звонками. Всего на данный момент из наших ребят олимпийский норматив выполнили пять человек. Примечательно, что отбор на летние игры в Париже начался 1 июля. Ирине Жук в прыжках в шестом понадобилось мини-суток, чтобы показать нужные цифры. Тогда девушка обновила свой же рекорд страны. 4 метра 75 сантиметров на чемпионате Беларуси. Шестовичке покорилась планка на 15 сантиметров ниже. Первый раз такая конкуренция у нас на стадионе «Динамо» на чемпионате Беларуси. И у меня была такая ответственность на моих плечах подтвердить свой титул. Мне удалось, мне пришлось собираться прыгать в шест с первой. Я это сделала. Это такой маленький плюс. Понятно, по результату я не добрала. Есть технические ошибки, мы с ними работаем. Работаем уже больше, чем полгода. Потихоньку они решаются, но иногда в состоянии такого вот легкого напряжения. Они возвращаются, к сожалению. 4,75 – пятый результат мирового сезона. Но мне кажется, в тот момент должны были быть очень довольны собой. Вы знаете, это было настолько легко. Это было настолько… Как будто бы я не сделала для этого ничего. И у меня сразу пошел такой моральный подъем, потому что мне показалось, что я не использовала даже 80% своих сил. Настолько легко я преодолела эти 75. 100% – это сколько? Это высоко. Высоко на сколько? Высоко. Сложится ситуация благоприятная, да? То ты поедешь. Но, поверьте, я, например, об этом не думаю. Потому что у меня есть планка, у меня есть мои технические ошибки, да? Что мне там делать, прыгая 4,75? Поулыбаться? Мне неинтересно. То есть, вот, когда я буду прыгать выше, тогда я буду об этом задумываться. Пока у меня много проблем, которые я должна решить с техникой, чтобы показать результат, на который я способна. Я была там дважды. Что там делать, если не бороться? То есть, быть туристом – кому это интересно? Мне нужно больше. И пока я к этому даже не готова. Когда я буду готова, тогда я буду переживать за допуск, наверное. Еще олимпийские нормативы выполнены в толкании ядра Аленой Дубицкой и в метании копья Алексеем Котковцом. Ребята подтвердили свое реноме на чемпионате Беларуси и завоевали золотые награды. А вот Александр Шиманович в метании молота уступил Валерию Пронкину из России. Наш молотобойца взял серебро, не добрав до своего персонал и сизон-бест почти 10 сантиметров. Я уже анализировал, у нас на данный момент 8 спортсменов входит в топ-10 сильнейших спортсменов мира. Саша Шиманович с результатом 80 метров 26 сантиметров в метаниях молота занимал третью строчку. Остальные рядышком. Кто-то, тот же Макс Недосеков, только-только отходит от травмы и надо будет, он покажет высокие результаты. Поэтому быть накануне Олимпийских игр в топ-10, это говорит о том, что эти спортсмены могут реально бороться за медаль. Я не говорю о остальных, которые в топ-20, у нас тоже эти спортсмены есть. Из других итогов внутреннего первенства выделим со скромным результатом, но все же победу копьеметательницы Татьяны Холодович. В прыжках в длину у женщин равных не было Виолетте Скворцовой. Она второй раз за месяц опередила Анастасию Мирончик-Иванову. Карина Демидик – лучшая в прыжках в высоту. Да, то, что добавились старты в России, это безусловно хорошо. Новые места, новые люди. И сама такая обстановка, как поездить, полетать, например, на эти старты, повыступать, это уже как бы интереснее намного, чем просто по Белоруссии ездить. Да, есть там нюансы, конечно. У нас в Белоруссии, как я говорю, по организации намного лучше даже, чем в России на последних стартах, что я был. Вернулся в сектор для прыжков в высоту Максим Недосеков. Бронзовый призер Олимпийских игр пропускал год из-за проблем со здоровьем. Чемпионат страны стал для парня вторым стартом в сезоне и всего шестой прыжковой тренировкой. Пока цифры 2,20. Золото завоевал Данил Лысенко из России. Их, к слову, всего 14 наград из 39 комплектов медалей забрали наши восточные соседи. Когда появляется адреналин, все в порядке. Когда тренировочный процесс, прыжковые тренировки, да, конечно же, нога дает о себе знать. Не все залечено. Она просто болеет, дает понять, что там что-то не так. С Костю проблема на МРТ. Планировали вообще пропускать сезон летний. Вот история по поводу уезда в Россию. Там где-то что-то какая-то утка то ли проскочила, то ли... А, ну я видел, я видел, я видел. Я не знаю. Я не знаю. Это как всегда очередной вброс, что я куда-то собирался уехать. Ну, как, в принципе, и половина информации, которая есть в интернете. После смерти Татьяны Федоровны тренируюсь у шугуна Владимира Владимировича. Вместе с Морозом Геннадием Викторовичем. Пологов, конечно же, иногда подходит именно на прыжковые технические работы. Потому что мы уже определились, что если нужно так менять, то уже надо кардинально что-то менять. Мы друг друга знаем уже очень давно. Так скажем, они меня знают с моего детства, когда я начал тренироваться. И взаимоотношения, ну, вполне нормальные. Ну, понятно, но со временем, с каждым годом будет все лучше и лучше. Потому что нужно наработать взаимопонимание между учеником и тренером, чтобы мы шли к одной цели. А тут прошел такой, так сказать, сезон такой был у меня разорванный. То я не прыгаю, то я прыгаю, то тренируюсь, то не тренируюсь. Уже на этой неделе белорусы нанесут ответный визит нашим восточным соседям. В совокупности 40 человек из сборной выступят на чемпионате России, который 3 августа стартует в Челябинске. Мы же сфокусируем свое внимание на стадионе «Динамо» во время вторых игр стран СНГ. Уже 5 августа наши юниоры начнут борьбу за медали. Продолжение следует...